Ключевой момент в самом термине. Сам термин средневековья, он негативный. То есть, средние века — это века между чем-то. Это не Ренессанс, это не античность. Проблема стоит в другом. Если нам кажется, что Ренессанс как-то определен, окей, более-менее исторически определен. Проблема в том, что античность исторически определена совсем недавно. Потому что для нас, для русского языка, античность — это заимствованный термин, для романских языков — это термин родной. Если мы посмотрим тексты Ренессанса, барокко или более позднего времени, по словам античность, имеется в виду старые времена, имеется в виду, что это вроде Пушкинского, как при царе Салтане, в царстве, я не знаю, или это было в 39-м царстве, либо это было в старые добрые времена. Вот такая история — это то, что имелась в виду античность. Часто, когда имели в виду конкретные годы, речь шла вообще на «да» о Средневековье. И вообще начали только в конце XVIII века. После раскопок Геркулану и Помпеи начался интерес к античности. И тогда закрепился термин «античность» именно за той классической античностью, которую мы знаем. Но если мы продумаем про Средневековье как термин, это итальянский термин, и в других странах он с большим скрипом вообще как-то устоялся. Например, словосочетание «средневековая музыка» — это термин послевоенный, после Второй мировой войны. Никто эту музыку, эту музыку знали, эту музыку исполняли. Вот недавно тоже на Фейсбуке увидел пластинку с исполнением двух песен Адама Далиали 1915 года. Эту музыку исполняли, её не называли средневековой. Это готическая музыка. То есть сам термин мог называться, но в английском языке medieval music — это только вторая половина XX века. И вообще слово средневековое в английском узусе — это только XX век. В других, в романских чуть раньше. Но в принципе это итальянская концепция, которая не везде работает и не всегда принята. То есть у нас существует период, который не точно определён, у нас существует объём вообще музыки, к которому по-разному относились в разное время, и существует такая некоторая неявная масса. Давайте попробуем эту массу хотя бы предварительно. Давайте есть слона по кускам. Если мы посмотрим на Ренессанс и на Барокко, это более-менее чётко определённые периоды примерно по 150 лет. То есть это 6 человеческих поколений по 25 лет. Это хороший вариант. Я начал смотреть, а можно ли предыдущие периоды примерно так же, по эстетическим, по музыкально-эстетическим. Давайте так, я говорил только о музыке. Вот сейчас вот в рамках музыкального средневекового. Можно ли предыдущие периоды разделить? И у нас оказывается, что существует два чётких периода, которых можно прекрасно, которые даже есть, обсуждаются музыковедами. Первый период – это так называемая Арснова. Может быть, термин неудачный, но очень неудачный, хороший период. Это примерно с 20-х годов, когда появляются первые рукописи Арснова. Нет, это не роман о фавеле. В романе о фавеле этого нет. Настоящая арсновная нотация с одиночным семьей Бревисом появляется в рукописи 20-х годов 14-го века. И она придёт примерно до 40-х годов, то есть это дожили Беншуа. Мы видим, что, во-первых, это одиночные семьи Бревис, это развитие нотации, индивидуальные голоса обособленные, это обилие диссонансов и синкоп. И вот когда у нас начинается Дюфе, заканчивается эта вся история. Популярность Дюфе – это вторая половина 40-х годов, 50-й примерно год, 15-го столетия. Вот, смотрим, это примерно 125 лет от потрясений, которые нашли на Европу на 2-е десятилетие 14-го века до Дюфе. С другой стороны, если мы отмотаем ещё примерно столько же на то, что иногда называют арсантиква, но это очень, по-моему, неудачный термин, вот вы сейчас живёте и представляете, что это будет называться старое искусство какое-нибудь. Ну какое старое? Для вас оно никогда не старое. Никто, когда живёт, не называет себя старым искусством. Искусство всегда в каком-то смысле новое, это невозможно. Иначе какой же ты деятель искусства, если ты не можешь ничего нового привести? В чём твоё искусство? Даже в традиционном искусстве, если посмотреть записи, например, так называемых традиционных сказителей, то даже в этой культуре ценится что-то привнесённое новое. Получается Долгий XIII век. Мне нравится термин Долгий XIII век, как Долгий XIX век, пускай будет Долгий XIII век, который как раз начался с освещения, наверное, вот, алтаря Собора Нотр-Дам и создания вот этого фантастического хора Собора Нотр-Дам, которым ежегодно был конкурс, и ежегодный конкурс для композиторов и вот для певцов, и создана вот эта фантастическая вокальная музыка Школы Нотр-Дам. С другой стороны, если мы отмотаем те же самые 150 лет от начала Нотр-Дам до открытия Гвида Дореца, о котором я говорил, это прежде всего нотный стан, во вторую очередь это соленизация, то мы получим неожиданно период, который тоже обладает своей эстетикой. Это вот называется новокантика. Новокантика – это входящий термин, означает новая песнь, а в аквитанской полифонической музыке очень часто любили тексты библейские, которые «воспою тебе песню новую», они чувствовали, что они делают новое искусство. Это как раз речь прежде всего о рубеже XI-XII веков. Для них это была новокантика. Это вполне отдельная, наверное, эпоха в искусстве с Эбелиаром, эпоха в искусстве, когда Хильдегарда Бенгинская писала свои замечательные произведения. То есть, если мы говорим о музыкальном Средневековье, то оно тоже хорошо делится на три отдельных этапа, у которых есть свои принципы, свои способы организации, свои понимания контекста. Это Арснова, это Долгий XIII век, это Новокантик.